Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав И сегодня будет такой необычный ролик Это фактически подкаст аудио Поэтому я не вижу смысла сюда прикручивать Вообще какой-то видеоряд Тем более, что речь сегодня пойдет не о какой-то Конкретной гачи, а вообще В принципе О некой теории по гачам Тему ролика можно Заклавить как Чем наградить игрока Или награждаемость игрока Я даже не знаю, как это сформулировать Емко, можете в комментах написать ваше предложение Может быть я даже сам ролик переименую Но так как это ролик такой первый И возможно единственный из такой категории Давайте небольшое предисловие на его счет сделаю На самом деле у меня очень давно витает В мыслях такая идея Сделать вот какую-то такую кладезь По гачам Такой вот отдельный плейлист Со всевозможными размышлениями Изъяснениями Изложениями Вот именно на тему составляющих гача Да, каких-то элементов Геймдизайна Восприятие вещей Опять же, почему одни гачи лучше, другие хуже В общем, не связаны между собой ролики Да, вот именно просто вот О чем-то подумалось такое Да, и оно в общем-то имеет общий характер Да, то есть оно не вот что вот только в этой гаче работает Или вот в этой не работает А именно что Это вот такая общая вещь Да, общее описание В принципе, явление гач Ну, я не знаю, как еще вам описать Вот, и это обычно я рассказываю В каких-то отдельных роликах Такие вещи Да, опять же, кто смотрит меня более подробно Тот, ну, опять же, сейчас, наверное, меньше Сейчас головная пустая И трудно рассказывать какие-то крутые вещи Если ты их забываешь через пять секунд После того, как придумал Вот Но кто гол, тот знает, что я обычно что-то рассказываю И кто подробно меня смотрит Тот имеет более полную Там более детальную какую-то картину мира И видение вещей Вот Ну, опять же Кто смотрит там, например, Геншин Тот не посмотрит ролик по Флипперу Где там много чего интересного Он, например, рассказывал Имеющий вот именно что Общий характер Не только относящийся к Флипперу И вот мне несколько это обидно И хотелось бы вот именно что Вот всякие концептуальные такие вещи Обобщенные и применимые К чему угодно И применимые не только вот Ага, они работают только в 22-м году А в 23-м уже не работают Нет, а что-то такое Что будет актуально на протяжении Да, вообще всей жизни Да, то есть именно в отдельной ролике Чтобы их можно было открыть и посмотреть Вот, правда, к сожалению Это тоже максимально неблагодарный труд Потому что никто это гуглить не будет Это вам не гайдики по Геншину Как пользоваться миникартой У которых там будут 100 тысяч просмотров И миллион челиков рассказывать Как автору спасибо Какой он молодец и классный Да, это все, опять же, мартышкин труд Который нафиг никому и не нужен Типа, что-то тут слушать Вникать, мозг использовать Люди на YouTube не за этим заходят Потому что тем более игроки гасят, тем более Вот, но тем не менее Вот, сегодняшней темой я хотел поделиться Потому что она лично для меня Очень актуальна Это вот награждаемость игрока Или ценность предметов в игре Потому что, смотрите Вот, играешь ты в какую-нибудь игру Да, в гачу Да, мы все-таки по гачам сидим здесь более-менее Вот, играю я, например, в Геншин Да, опять же Любое общее Лучше пониматься на примерах Согласитесь? Вот, играю я в Геншин И понимаешь, что вот Игра мне ничего не может предложить в будущем В плане награды Там, ивенты, не ивенты То есть она мне предлагает дерьмовые пушки Да, она мне может предложить чуть-чуть там денег Которых у меня и так вагон Она мне может предложить немножко опыта Который мне нахрен не нужен Потому что я не качаю персонажей, например И корона на скиллы Которые там добавят 3% урона Хотя в игре есть созвездия Которые добавляют 30% урона Тоже с этого как-то Сторг испытывать не хочется Ну, это типа вроде как Единственный редкий ресурс в игре Да, и Вот, ключ Да Проблема в том, что в Геншин Единственное, ну, не считая гемов Единственное, ценный, по-настоящему Ценный ресурс Который раздрабы тебе в принципе Могут выдать как награду Это корона Который на самом деле и не пришей кобели хвост Понятно, что есть люди, которым очень нравится Максить персонажей 10 из 10 И нравится И флексить имя типа О, смотрите, я вкачал Я когда начинал играть Я тоже такой О, прикольно, классно, сильно, круто, вкачаюсь Но потом понял, что это все полнейшая фигня На фоне, сами понимаете, чего Вот Ну, понятное дело, что есть артефакты Но вам их выдать никак не могут И все крутится вокруг Просто дрочение артефактов Фактически вся игра Да, то есть она зажата в одну Вот в единственную вообще ячейку Да, в одном направлении Она становится из-за этого очень плоской Да, то есть вы находитесь вот в рамках Одной единственной линии Дрочить артефакты Все остальное просто не имеет значения Либо оно вам просто недоступно Как игроку Именно поэтому игра становится очень быстро скучной Ну, если вам не нравится дрочить артефакты Если нравится, то она может, в принципе, долго удержать Но даже так Этот аспект в игре сделан очень плохо Скудно И это просто такая всратая версия нормальной системы шмота Типа как в Apex 7 Но это тоже отдельные ролики были Поэтому сегодня не об этом Вот Но это вот так в двух словах О том, что, чем может меня Генши, например, наградить Да, то есть ничем Ответ Нет Толком ничем И поэтому У тебя нет ожидания ивентов Да, то есть Ну, ивент Ну, чуть-чуть гемов Чуть-чуть всякого мусора Плюс-минус ценного Когда-нибудь, может быть И все Еще одна, может быть, корона Которая, ну, тоже нужна Шмот Пушка, которая Полнейший кал Или, знаете Чуть лучше, чем полнейший кал Но используется одним персонажем в игре Класс Просто великолепнейшая награда Да И все это, конечно, приводит к тому, что эмоции эти награды не вызывают Да Ну, то есть игра должна тебя радовать в конечном счете Понятное дело, что игра не может состоять из сплошной радости Потому что, ну, если, как бы, все хорошо То нет контраста, нет яркости эмоций Да, ты не можешь быть всегда победителем Это скучно Да, то есть ты всегда победитель, но это тебя абсолютно не радует Да, то есть должен быть какой-то баланс Радости и нерадости определенные Вот Для того, чтобы ценность появлялась Но Тут-то вообще нечем меня порадовать Просто нечем И Ты понимаешь, что, типа, ну, мне просто наплевать на эти ивенты С точки зрения их наградности Но про сюжет, содержание, тоже мы сегодня говорить не будем Потому что речь не об этом Тем более сюжет полнейший кал, опять же В Genshin Вот И пример сегодня был не в этом Да, потому что я говорю Подставить можно что угодно Да, дальше подставляйте любые свои гэши Которые у вас есть И начинайте оценивать Что же вам дают ивенты там Дают ли они вам действительно что-то такое Интересно и эксклюзивно Награждают ли они вас так Что у вас прям вот хайп какой-то есть Вокруг этого Или все это превратилось уже давно в рутины Вы просто получаете чуть-чуть Чуть-чуть полезного того Чуть-чуть полезного сего И вроде как, да, приятно, здорово Чуть эффективнее, чем Просто так ежедневно это все дело выбивать Но оно Все равно не вызывает Какого-то вау бурного Вот И возможно это вас приведет к ответу Почему, например В конечном счете Вы забили на какую-то гачу Да, почему она вдруг Перестала вас радовать Хотя вроде бы все то же самое Но огонька нету Возможно именно потому что Игра просто не может вас Ничем интересным Эксклюзивным таким вот Наградить Вокруг чего бы вы Создавали ажиотаж Здесь я могу Отличным примером На самом деле привести World Flipper Потому что Эта игра Очень качественно Награждает игроков Своими разными Ивентами Во-первых Это четырехзвездочные персонажи Правда со временем Это все потеряется И они в общем Не будут эффективными Совершенно Вот Но опять же На начале Они вполне себе Даже могут Что-то сделать Вот Тем более что Например ивенты В Octopass Только что по Octopass Просто ролик записывал Вот Просто ивенты Перешли в Некоторые В состояние Постоянных И вы как новичок Просто идете Оттуда получаете персонаж Вот Но самое главное Я считаю там Оружки Которые выдают Они эксклюзивны Это не просто Чуть больше Каких-то монеток Которые вы и так Фармите ежедневно Да Это действительно Пушки Которые вы больше Нигде не можете получить Кроме как здесь И Да Это очень похоже на то Что в Genshin Только В отличии от Genshin Где он выдаёт Говна кусок Который только выкинутся И спрашивается Зачем оно надо В World Flipper Вам выдают Действительно Хорошие Пушки Они могут быть Best in slot Которые Прослужат вам Год или полтора И вы их будете использовать А лучше неё Вы не найдёте Вдумайтесь в это Причём например Вот сейчас по-моему На Японии Выдали там пушку Которая По-моему даже лучше Чем гача пушка Которая Ну там В своей роли Да В своей нише Она по-моему превосходит Гача пушка То есть если у вас была Гача пушка Вы на неё вкладывались Тут вам за ивент Выдают лучшее Ну или плюс-минус Там что-то соизмеримо Похожее И это вызывает Ажиотаж Потому что ты ждёшь ивентов Потому что там тебе Действительно могут дать Что-то ценное То есть ивент для тебя Это какое-то Уникальное Эксклюзивное событие С интересной наградой Здесь На самом деле Трудно Трудно сказать Чтобы вот Прям во всех гачах Обязательно должно быть Что-то такое прям Дико уникальное Что тебе выдают Разработчики за эти ивенты Потому что Ну это сложно реализовать Сложно придумать И так далее Во флиппере просто Опять же Игра так устроена Что там оно хорошо работает И там разработчики Действительно Вот Из своей простой Казалось бы На первый взгляд Концепции Выжили максимум И поэтому Это топовый гаджет Да Абсолютно топовая Она Недосягаема По мелким Микромоментикам Для всего остального Шлака Который есть на рынке Вот Тем не менее Все-таки Ивенты могут Чем-то вас награждать Ценным Пусть и не уникальным Но действительно Ценным И труднодоступным Таких примеров Тоже на самом деле Можно массу Наприводить Например там Малагоры Там вроде Что-то переделываю С Малагоры Если я не ошибаюсь В общем-то Малагоры Из Эпик Севена Это штука Которую вы никак Особо не можете Получить больше Чем вот есть То есть она Таймгейтед Ресурс То есть фиксированный Там Три штучки в неделю Не помню сколько точно Но условно говоря Три штучки в неделю И все Вот у вас Стабильно три штучки в неделю Больше нигде не взять Вообще никак Просто забейте Да Вот А вам на персонаж Нужен например Пятнадцать этих штучек То есть Ну сами понимаете И тут ивенты Тебе дают Например еще две Малагоры И ты такой О еще две Малагоры Это круто Да конечно же Ивенты там воспринимаются Как просто Ну просто неотъемлемая часть игры А не вот что Какое-то событие Но это в любом случае Ценная награда Которую ты получаешь И которую ты прям Очень рад Или например Опять же из того же Эпик Севена Не помню как они называются Короче Ресурсы которые Используются Как дубликаты Для пятизвездочных персонажей Да То есть вы можете Прокачать созвездия Просто покупая предмет С арену Один раз за сезон Продается Не помню сколько там Сезон длится Месяца три-четыре Ну то есть ты в общем-то Три-четыре созвездия В год можешь вкачать Любому персонажу Самому дорогому Там Мунлайт пятерки Например и так далее И тому подобное То есть такие прям Вообще суперэксклюзивные Итемки Больше их Особо-то вроде И нигде и взять Нельзя даже И купить их тоже По-моему за донат нельзя И ничего И нигде и никак Да И эти штуки Ты действительно ими дорожишь Ты их ценишь И вот этот вот аспект Да Дорожишь Ценишь Ажиатируешь Ждешь Когда же сможешь купить Там следующего сезона Вот ага Там вот сейчас Обновится аренка Куплю там новую Итемку Эту там Вкачаю созвездия Я правда так их не потратил В эпике Вот Потому что они слишком ценные И их жалко тратить Есть тоже такая проблема С суперценными ресурсами Которые ты просто маринуешь А потом уже на игру забиваешь Их так и не потратил Вот Тем не менее Есть ценные предметы И это Дарит вам эмоции Радость И что-то особенное Например вот В Аркнайтсе Я этого не испытал Вот Честно То есть там Эвенты Они просто чуть Эффективнее Чем обычные уровни И ты просто Чуть-чуть больше Фармишь ресурсов Там нету Никаких механик Никаких аспектов Которые Создавали бы Ценный предмет Это как раз Это как раз таки Аспект Ребят Геймдизайна Да То есть Вопрос Если что-то ценное Для игрока Или нету Это вопрос Геймдизайна Самой игры То есть Как разработчики Организовали Весь ваш процесс Прогрессии В игре Если ничего ценного Нету Да Априори Фундаментально В игре То и наградить Вас будет нечем И ажиотировать Вам будет не Вокруг чего Да И соответственно Эмоции Вам У вас не будут Возникать Относительно Каких-то ресурсов Там О Наконец-то Я там Что-то получил И так далее Да Потому что Просто геймдизайн На фундаментальном уровне Просто всрады Это не очень очевидная вещь Для оценки гачи На самом деле Вряд ли вы будете Начинать именно с этого Но я лично Последнее время На это Очень пристально Обращаю внимание Потому что Этот аспект Он Проявляет себя В долгосрочной Перспективе И я вот уже говорил С гачами такой парадокс Что вроде как Это игры сервиса Которые должны Рассчитаны на то Чтобы играть в них долго А не как сингл Типа Поиграл там 50 часов Забросил Но получается так Что почему-то 90% гач Вот именно Что больше похоже На псевдо-сингл Который ты 50 часов Поиграл И забил Потому что Дальше играть Скучно Неинтересно И тебе вообще Нечего Игре предложить Но это не только Вопрос ценности ресурсов Но и в том числе Его Да А именно В долгосрочной Перспективе Интереснее играть В те моменты Где Ну там много чего На самом деле Но в том числе Есть что-то Что тебя может наградить Что тебе будет Приносить радость Или просто эмоции Или ты там Будешь локти кусать Из-за того Что тебе этого ресурса Не хватает И очень мало В долгосрочной Перспективе Например Такая фигня Есть в Octopase Опять же Я считаю Там разработчики Также хорошо Подошли к вопросу Организации игры В том числе Вот в этом Неочевидном Аспекте Там есть Например Два аспекта Которые я вам назову Ну может быть там их больше Но то что я по примеру Знаю уже точно Два аспекта Два элемента Игровых Вокруг которых Будет крутиться Очень много чего Для вас Первое Это Дырявые персонажи Ну то есть смотрите Вы можете получить Пятерку как пятерку А можете получить Ее как четверку Ну то есть Их игроки называют 4 и 5 персонажами Правда это максимально Неудобно Для произношения И это либо Нужно назвать Полупятеркой Либо дырявой пятеркой Короче Она Вот эта дырявая пятерка Фактически Не пятерка У вас нет доступа К скиллам То есть там есть Скажем так Слои прокачки Ну или Тиры прокачки На первой звезде На второй На третьей На четвертой На пятой И вот Пятизвездочная прокачка Вам недоступна Вам недоступны Самые крутые Самые главные Скиллы персонажа Максимальный уровень У вас ограничен Как у четверки В 80 Хотя у пятерок Он сотый Ну вот как бы И все То есть это просто Четверка Выглядающая как пятерка Но Ну да И вы можете ее прокачать Например Выбив пятерку Ну то есть Выбив персонажа Как пятерку Правда это Бессмысленно рассматривать Как способ прокачки Этого персонажа Потому что ну Чтобы сделать Четырехзвездочного Персонажа пятизвездочным Просто выбей Пятизвездочную версию Этого персонажа Ну рекурсии Сами понимаете Неинтересная она Для нас совершенно Но Ребят В игре вы можете Выбить Специальные предметики Которые превращают Вот таких Дырявых пятерок В полноценные И вокруг этого Будет крутиться Ваш интерес Поверьте мне Если вы будете Плотно играть У вас будут Какие-то Дырявые пятерки Которые очень хочется Сделать полноценными И вы будете Фармить Выбивать эти С очень маленьким шансом Эти итинки Вообще их Печеньками прозвали Потому что они выглядят Как печеньки Ну вообще Они как-то по-другому Называются В общем вы будете Бегать за этими Печеньками Их выбирать И я вот уже Уже хочу Выбивать их На Японии Потому что у меня Есть дырявая пятерка Которую я хочу Сделать полноценной Ну то есть Сами понимаете Разница между Четверкой и пятеркой Колоссальна В Octopass Там вообще Так устроено Все что Ну по сути дела В эндгейме Только пятерки играют Четверки Могут быть Затычками Но скажем так Прям Если они прям Совсем хорошо подходят А у вас совсем Нет ничего лучше В плане пятерок Да То есть они могут быть Там одна Две четверки Возможно у вас Командзо будет Но потенциально В перспективе Только пятерки Скорее всего Ну плюс-минус Как я это представляю Соответственно Дырявая пятерка Это Ну В эндгейме Не пятерка Сами понимаете Но это может быть Очень крутая Очень-очень крутая Очень крутой персонаж Очень крутая пятерка Опять же Рассчитывая Как сделана там Монетизация Вы можете получать Там практически Нет лимитных персонажей Можете получить Даже самого-самого Нового персонажа Который вышел Например месяц назад Случайно Просто так Просто покрутив Гачу чуть-чуть И вот он может Выпасть вам В подставной Вот этой версии Понимаете В полупятерочном Своем состоянии А у вас Например уже есть Это итанка Вы выбили ее И вам некуда было Ее использовать И хобана Как же вам будет Радостно в этот момент Что вы ее выбили Да То есть этот аспект Он с одной стороны Вроде бы Урезает Гачу Потому что У вас шанс Попадения Пятерки 2% Еще 2% На полупятерку Но в то же время Сумми это 4% Что на самом деле Больше чем в среднем По больнице Обычно 2-3% Но это тема Монетизации У меня по ней Есть на 45-минутный ролик Сравнение Монетизации Геншина И Актапаса Вот Где Расставляются все точки Нады Почему Геншин Донатная помойка Актапас Хорошая нормальная Игра адекватная Вот Спойлер Если для вас Это спойлер Вот Так что это там Более подробно Я разбираю Но тем не менее Вот этот аспект Вот эта вот деталь Казалось бы Ну Вроде бы надуманная Да Ну Миллион гач существует Без Вот каких-то там Полупятерок И вот этого всего Зачем Для чего Но эта Деталь Добавляет Вот этот вот Слой ценных Персонажей Предметов Понимается Вокруг которых У вас будет Скапливаться ажиотаж Это не просто Гемы Какие-то Да Которые Ну вот Загайшил Не загайшил Это именно Что-то другое Что вы можете получить Именно игровым путем Вот этого очень не хватает Гачам Что ценные Что-то ценное Получаемое Игровым путем В том же Опять же Кстати Вот я забыл Ну это не так сильно В флиппере Чем мне нравится То что с боссов У вас есть 1% Выбить пушку сразу То есть Она экономит вам 15 забегов на босса И когда она выпадает Это очень радостно На самом деле То есть Ну ты понимаешь Что она делает Еще 40 минут Сидеть здесь на боссе Выбивать эту пушку С учетом Потому что тебе нужно Выбить 5 пушек А если ты собираешь Разные виды оружия То там все 15 А боссов там десяток Ну вообще вы поняли То есть Ты в любом случае Как бы Если играешь по чуть-чуть Стоя на месяца Тебе занятий хватит Вот А играть много Я не особо вижу смысла Да и не рекомендую Вот Правда опять же Дебичи рассказывает Какой флиппер Драчевый Но опять же Люди считают Что раз там нужно Подфармливать Ты не получаешь все За там 3 недели Значит все Игра гриндосовая И так далее Ну опять же Аутизм он процветает Только в путь В массах людей Вот Но суть в том Что это реально прикольно Когда тебе это выпадает Это реально эмоции вызывает Ты такой Не ждешь Не ждешь Ждать этого Стремно Ну 3% на самом деле Там 3 пушки По проценту на каждую Если тебе выпадает нужный Такой Блин нифига себе Еее Прям классно Да Вот этот аспект Он приятный Понимается Вот этого очень сильно не хватает Это не просто Тебе нужно сделать 100 забегов А это Тебе нужно сделать 100 забегов Но может быть и меньше Если тебе она выпадает А иногда 2 подряд выпадает Прикинься Там просто пошел Там 3 захода За Делик сегодня сделан И тебе выпадают 3 пушки Ну там 2 пушки За 3 захода Такой Нифига себе Вот это прямо Вот это прямо щедро Щедро Это вот Вроде бы мелочь А как она Привносит эмоции В игру И это должно Ну Это геймдизайн Понимаете Это аспект геймдизайна И вот в Octopass Вот этот есть аспект геймдизайна То есть выбивание Вот этих вот Итемы для прокачки персонажей То есть разработчики Добавили интересную механику Которая в конечном счете Приводит к тому Что игра Будет более увлекательная Но это не все Как я уже сказал Есть 2 аспекта Которые я там плюс-минус вижу Ну в течение на самом деле Можно даже 3 выделить Вполне себе Да Да 3 Ну второй Ну третий Который вот я только что Сообразил Это созвездие Опять же В Геншине это сделано В Срата Потому что Ну забудьте о них В принципе Будучи фритоплейщиком В Octopass Так как персонажи Нелимитные Могут выпадать любые С баннера Абсолютно любые Да У вас в любом случае Будут как у фритоплейщика Созвездие на каких-то персонажах Не факт что на нужных Но будут Да-да Причем там очень интересно Опять же это все сделано Плюс на Японии Появилась там еще одна механика Которая позволяет обменивать 6 ненужных созвездий Ну там Точнее выпадает не сразу Созвездия А итемка Да И вот 6 итемок Ты их если не использовал Можешь менять на одну На одно созвездие Любое На выбор Ну насколько я понял Не лимитных персонажей Лимитных там немного Но они есть Вот То есть Но опять же Не все лимитки Там крутые Вот так что Опять же Это возможно не то Что будет делать новичок Потому что созвездие Это в любом случае хорошо и прием И там так опять же Все устроено Что не вот что Все персонажи бесполезны Или типа вот собрал там Три полезных И ими все проходишь В общем там Свои замуты Смотрите ролики по октопасу Чтобы понимать о чем речь Но тем и менее Действительно Вы можете получать созвездие Как опять же Обычный игрок Без там надобности Заливать кучу бабок И это вас тоже будет радовать Вполне себе там Хорошо это реализовано Ну такой просто Мимолетный аспект Да Самое главное Это еще уровни Опять же Обычно в играх Мы что там Есть какой-нибудь Ну стандартные стейджики Да у нас есть Плюс деньги Плюс опыт Плюс еще какое-нибудь Деремо на Там какие-нибудь Анлоки Да На пробивы уровней Еще что-то Ну и вот как бы Классика Супер классика Да Прокачки Стандарта И стандарта Здесь как бы не так Так как Это опасно Например игра В принципе она не Такого рода Она не про Пойди Пройди этот данж 200 раз Ну хотя И про это тоже Ну немножко По другим причинам Суть в том Что ресурсы Которые нужны Для прокачки Уровней Они особо-то не фармятся Они идут с гачи Ну один из способов Так скажем За дубликаты Вы получаете Там специальный Гитстон И вот ладно Давайте не буду врать Где-то они там Фармятся вроде бы На самом деле Но это очень Очень гигалимитированный Ресурс для вас Как для игрока И каких-то дейликов Который вот пошел Там навыбивал Просто Ну там типа Просто посижу на этих Типа Потрачу стамину сюда Да Как например В Аркнайте Да То есть тебе нужны Какие-нибудь камешки Все сидишь Просто сливаешь Стамину на эти камешки Нужны там какие-нибудь Полимеры Пошел выбивать полимеры Здесь так не прокатится Стамины нету Никакой Направлять ее некуда Да Есть там Всякие боссы Которые восстанавливаются С приличностью Но это Несколько другое Вот И вот эти гидстоуны Это очень ценный ресурс И они нужны Для анлока Максимального уровня Как я уже сказал У пятерок Там максимальный уровень Соточный Но по базе Он восьмидесятый И Вам нужны Эти гидстоуны Чтобы от восьмидесятого До сотого Анлокнуться Нужны две тысячи гидстоунов Причем Чем дальше уровень Тем дороже Он стоит И там на самом деле Вы не будете делать так Чтобы просто в тупую Анлокаете Всем подряд Соточный Не Забудьте об этом Вы будете анлокать Только ценные уровни И только Нужным персонажам Причем Там не вот что Типа есть Восьмидесятый и сотый Там примерно Ну раз в несколько уровней Открываются Какие-то ништяки Какие-то дополнительные Эффекты На персонажи Пассивки Вот что-то Типа такого То есть Оно может быть Анлокаться Там например На восемьдесят пятом уровне Или на восемьдесят Восьмом Или на девяносто первом Вроде девяносто первой Такой ключевой уровень Который вот Прям вот Да Такой базисный Так скажем До чего вы хотите Точно дойти Вот Но эффектики Потом опять же Оно становится Сильно дорого А дает Сильно мало И опять же Вы будете думать Блин То ли вот Какую-то другую Новую пятерочку Ну или там Не новую А которая у меня В коллекции давно Но она вот Валялась Восьмидесяткой Полезная Вроде как Использую часто Неплохо бы ее Чуть-чуть подтянуть Да То ли вот Вложиться Прям в мою Любимую пятерочку Но до соточки Прям догнать Чтобы прям вообще Полный фарш был Да Вы тоже будете думать Как распоряжаться Этими гидстоуна Потому что Этот ресурс Очень ограниченный И очень редкий И это опять же Интерес Потому что Когда у вас есть Какой-то ограниченный ресурс Вы действительно Начинаете его менеджментить А не просто Да Как в том же Аркнайте Ну вот полимер Ну пойду выбью Ну буду выбивать Не три дня А семь дней Побольше потрачу Пофиг Да Но не вызывает Эмоций никаких Да Понятное дело Что когда мы Начинаем говорить Что я буду качать Все подряд Там уже сроки Вливаются там В полгода И прочее И прочее Но Ты понимаешь Что я это просто Навыбиваю Да Оно не ценно Оно Нетруднодоступно Неограничено Я просто захожу И ежедневно Могу получать Это вот сколько хочу Хоть до конца жизни своей Да Поэтому сильно менеджментить Это не приходится Точнее да В Аркнайте Ты менеджментишь Поначалу Какого-то такого Среднего А потом Ну это менеджмент Он теряет актуальность На самом деле И просто Бессмысленно становится А что Что не качает Не суть важно уже Да То есть опять же Вот нету Нету Чего-то такого Прямо вот Аааа Вокруг чего-то Будешь плясать Там добавили Типа Пробуждение Или как они там называются Я не помню На персонажи Но они все говно То есть добавили Вот как раз таки Концепция Добавляющая какой-то Ценный Лимитированный ресурс Который вы нигде Не можете получить Он штучный Там за ивент Или еще за что-то Получается Вроде как То все пробуждения Говно Там кроме Трех-четырех Наверное На всю игру Ну в смысле То есть вы просто Обосрались с этой Концепцией Да то есть Вы добавили Лимитированный предмет Но не добавили Ценности этому предмету Парадоксально Да то есть опять же Вопрос Геймдизайна Ребят Вот Ладно Давайте на этом будем Примерно заканчивать Я надеюсь Я донес до вас Вот эту мысль Концепцию Как ценности Каких-то вещей И то что они Ценны не сами По себе в вакууме А в зависимости От того как Разработчики Организовали Саму игру Да И С умом ли они Подошли к организации Этой игры Чтобы действительно В ней было что-то Что вас радовало Да Со временем И вокруг чего Вы там Ажиотировали Или они просто Сделали унылую жвачку Пресную Которую Просто пресно жьется Да Что сегодня Что завтра Что через месяц В ней все стабильно Одинаково Монотонно Скучно Без огонька Без задоринка Это все очень зависит От разработчиков Да И Вот как я уже сказал Я в последнее время Очень сильно Обращаю внимание Вот именно на такие Вот Скажем так Даже подводные камни Может быть игры Вот эти вот аспекты Вокруг которых И устроится Эндгеймовое Так скажем То и впечатление Уже после там Какого-то первоначального Прокача Потому что Ну просто неинтересно Играть в игры Которые вот Однодневки Да Там на два дня Зайти На три дня Вот И знаю что В ней ничего интересного Не будет Ну что-то прикольненькое Новенькая оберточка Поэтому вроде как Что-то интересное Но потом ты забиваешь Потому что это все То же самое Это пресная Жвачка Каша Уже пережеванная Тысячу раз И переваренная Что самое плохое Вот Хочется что-то такого Вот Действительно качественного Интересного С точки зрения игры А это интересно Складывается в том числе Вот из этого Ребята Аспекта Так что Если вы чему-то вняли Можете написать в комментариях Если у вас есть какие-то Темы, предложения Возможно для такой вот Рубрики Общих рассуждений Об играх Об гачах В целом Да Несмотря на то что Мы как бы разбирали здесь примеры Вы поняли Что это такая общая тема Она В принципе общая Но вы поняли Словарный запас Мы, к сожалению Нынче никакой ищем совершенно Вот И может быть у вас есть Какие-то предложения Может быть вы подкинете Каких-то Опять же Тем, идей И я продолжу здесь С вами общаться На всякие такие штуки А может быть и нет Посмотрим, ребят Посмотрим Ну на этом пока что все Надеюсь еще увидимся